Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебе, счастье и поклонение! Слава и благодарение! Во веки веков! Аминь! Прости нас, Господи, и помилуй! Найди новая душа, способная принять слово евангельское. Коснись их сердец, Владыка, словом Твоим. Проникни в сердца этих людей, выведи их из этой тьмы и мрака, заблуждения и гибели. Псалом сороковой. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Враги мои говорят обо мне злое, когда он умрет, и погибнет имя его. Если приходит, то видит меня, говорит ложь. Сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Слово виляло, пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мной, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту. Ты же, Господи, помилуй меня, и восставь меня, и я воздам им. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. И с того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если брак мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и пасаешь перед лицом твоим навеки. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господи, горе-то какое. Кто-то раздел людей здесь. Почему они замерзают на улице? Коснись их сердца, Господи. Какие-то разбойники напали на них. Почему никто не вызывает милицию? Десятый человек и все раздетые. Это там, наверное, банда какая-то орудует, продают одежду у людей, берут. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. И ребята-то, видно, неплохие. Чего же так и не могли они сопротивляться? Раздели их. Господи, помилуй. Иисус предлагает прийти и купить у Него одежду святую. Одежду святости. Господи, пошли, моли. Почему вы так ругаетесь? Что случилось так? Почему все раздеты это? Жарко дома. Только не ругайтесь, чтобы... Я не ругаюсь. Ну, молодец так. Так не один. В разных комнатах. Еще на улице-то холодно же. Все замерзнете. Да, дома плюс двадцать пять. Ну, что ж, нигде в одном. Я нигде этого не видал. Ни в каких... И все время сосут эти наркотики. Это же не беда. Это наркотики. Это наркотики, самые настоящие. Мне сказали, там Эль как-то называется. Это парагенератор. А что генерали-то? Тело хорошее. Вам сколько лет? Мне девятнадцать. Мне восемьдесят. Я не пью, не курю ничего. И знаете, Господь меня провел трудными путями. Это не надо. Не надо пары эти. Организм будет болеть потом. Вам слишком... Вы слишком хорошо выглядите на восемьдесят. Неправда. Неправда. Так у меня за плечами пять тюрем. Меня как верующего терзали двадцать шесть лет. Советская власть. Меня в морозилках держали. Выкручивали все. Вы выглядите действительно как будто бы вас держали в морозилках. Да. Я все время работал на физической работе. Сорок лет печеньком был. Мне не давали работать нигде по специальности. Извините, а как вас зовут? Игнатий Тихонович Лапкин. Можно просто Игнатий? Можно. Если можно, конечно. А вы есть... Я сейчас скажу. Семен. Меня Сем... Сема. Сема просто Сема. Семен. Так если вот смотрите. Вы внезапно как-то отходите все. Проститься даже не дает. Вы зарядите во свете Библии Игнатий Лапкин. Ютуб. Во свете Библии называется. Запишите себе. Игнатий, можно я на секунду скажу? Я с крестиком, но я не верю в Бога. А зачем же носите? Как амулет? Нет. Я просто надел, чтобы вы не потерялись. Не знаю. Подождите, подождите, подождите. Вы сейчас начнете меня ругать, я уверен. Да нет. Но... Нет, подождите. Я убежденно его не ношу. Потому что у меня нет никаких оснований его носить. Правильно. Меня никто не убедил в том, что Бог есть. Правильно. Я его ношу только по той причине, потому что меня крестили в детстве. А вы в Бога-то не верите. Сами знаете, почему не верите? Потому что меня никто не убедил в него верить. Так убеждать не надо. Если ты нормально. В школу-то ходил когда-то? Конечно. У вас глаза работают оба нормальные глаза? Да, вполне. Ну, только дальше все и понятно уже. Только остановись сейчас. Вот выйдешь на себя, посмотри на руки, как все по желанию делается. Какая природа? Какие птицы, звери? Кто сотворил это? Кто звезды? Галактика, Галактика. У меня... То есть... Игнатий, да? Игнатий? Да. Смотрите. Всему есть научное объяснение. А вот то, чему пытается объяснить религия, как бы объяснение не всему. А ты ничего не объяснила. Наука объясняет. Скажите, кит плавает и медуза. Разница большая. Килька. А здесь одна мошка летит. И слон. Откуда все взялось? Это все природа. Да природа ничего не может дать. У нее ума нет, у природы. Это мертвая природа. А у человека совесть есть. Совесть есть. И ум. Откуда природа-то дала-то бы? Разум. Все разум. Все в голове. Все в голове. Знаете что? Не верят вот почему. Человек живет беззаконно. И чтобы себя утешать, что ничего не будет, умру и все, конец. Чтобы не отвечать. Это из-за страха. Вот 3000 лет назад Давид говорит, сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Безумец. Он в открыт это не мог сказать. Вы учите, что Бог есть? Верят 2 миллиарда мусульман. 2 с лишним миллиарда христиан. Буддистов сколько? Неверующих-то людей это совсем мало. И при том все это хулиганье. Они никуда не годятся эти люди. Они слово нарушают. Нет Бога. Давайте. Можно вопрос? Да. Смотрите. Я не утверждаю, что Бога нет. Не утверждаю. На секунду. Важно. Не утверждаю. Но ведь опять-таки. Мне никто не доказал, что Бог есть. А скажите, что это такое? Можно вопрос? Пожалуйста. Вы уже задали. Скажите, что это такое? Телефон. Телефон. Ну, я сейчас буду говорить. Сама природа создала. Ветер надул камушки, дождем помочила. Нет, нет, нет. Да что нет-то? Природа создала. Человек создала. Да не может создать человек. Может. Природа создала. И все. Чем ты мне докажешь? Человек создал. Так любой воробей в миллион раз сложнее устройства. Само по себе. Заметьте, между обезьяной и человеком ни одного скелета по сей день не найдено. Игнатий, подождите. А вы кто по специальности? Вы монах или... Я простой печник и сторож. Можно? Ну, вы глубоко верующий, правильно? Ну, я жизнь прожил в этом. Ну, можно я спрошу, Дайта? Давай. Смотрите. Если я не верю в Бога, Бог меня же за это не может наказать. Это мое право не верить. Ты уже сам не наказал. Право-то у тебя никакого нет быть дураком. Зачем тебе это право-то? Ну, хорошо. Я дурак. Ну, хорошо. А дальше-то еще из этого нету? Игнатий, ну, смотрите, хорошо. Я дурак. Я даже спорить не буду. Я изначально дурак. Хорошо. А одеться-то вы можете? Или у вас одежду утащили жулики? Нет. Я просто разделся, потому что мне этих плодов... Ну, это один. Ну, десятый подряд идет. Десятый. Половые органы показывают. Совокупляются. Кого обманывать-то? Ну, я-то здесь уже полтора месяца нахожусь. Полтора месяца в этой рулетке. Игнатий, я вам сочувствую. Я стою здесь полтора месяца. Это люди раздеваются, чтобы девки могли посмотреть, что он нормальный для блуда. Это на выставку выставили себя. Абсолютно точно. Я вам объясню. Игнатий, извините. Я вам просто объясню. Мне просто жарко. Ну, хорошо. Вам жарко. Но сидит человек на улице и сидит... Жарко ему. Игнатий, я спрячусь. Так, пусть... Да вы лучше оденьтесь. Это бесстыдство. Понимаете? Женщины раздетые. Попазывают в половые органы. Ноги раздвинуло. И показывают. Ей жарко. И пальцем тыщут себя в дырку. Это годится разве? Мужчина вышел голый. И женщины, как скотина. Скотина совокупляются. Блудят. Нет. Это я согласен с вами. Но половые органы у меня между ног. Они на плечах. Да понимаете, что я здесь не могу никак... Вот целый час смотрю. И за час человека, может быть, полтора. Только нормальное. Остальное все. Что-то дым какой-то глотают. Голые. Мусульман примерно 80%. Я им говорю, вы зачем здесь? Да вот, кого знакомится. Я расскажу еще. Смотрите. У вас дома разрешается 4 жены иметь. Платить колым надо. А здесь 44 даром. 44 даром. Здесь 44 даром. И ты, как жеребец, стоишь, чужую кобылу полощешь. Чего нет-то? Сейчас это яма. У меня нет ни одной жены. У меня нужно... Ну, я не могу так находиться, вот так? Нет. Это ни одной жены не надо. Человек блудник. Здесь только для блуда сходятся. Что тут догадывается? Ну, смотрите. Знаете, еще один вопрос. А почему вы-то здесь находитесь? Еще раз говорю. Когда я узнал про этот чат, у меня брат умер. Ну, верующий брат. Он 17 лет лежал парализованный. Семь позвонков у него разлетелись. Он головой ударился. И он сюда зашел в чат. У него только плечо шевелилось. Он вот так вот рукой. И я посмотрел два ролика. И он умер. Я помолился, Господи. Что ж там такое? Я не видал. Я сошел сюда. Это тьма. Это Содом и Гаморра. А я проповедник 56 лет. Уже сколько человек, которые услышали о Боге. И сейчас они по-другому живут. За полтора месяца уже около 10 человек нашли себя. Вот зачем я пришел. Мне тут делать нечего. Дело в том, что я читаю Евангелие. Считаю Библию. Рассказываю. Вот сегодня уже два человека нашлось. Сегодня два человека. А одна девушка, а другой парень разведенный. Мужик. Молодой. И вот теперь я им даю данные, как меня найти в Ютубе. В Ютубе у меня канал. Канал 14 тысяч 300 роликов. 14 тысяч. Мы строим православную деревню. Я начальник детского лагеря. 45 лет бесплатно. Без государства. Тысячи детей подняли. Понимаете? Я для Бога делаю. У меня все время радость. У меня три голубятни. У меня голуби здесь живут. Даже в комнате. Понимаешь? У меня какая интересная жизнь. У меня вышли из печати 38 томов книг. Я их развозил от Тихого океана до Атлантического. 650 городов посетили. Я подарил. Выступая на стадионах. Мои книги у Путина видели. У патриарха. Почему? Я с Богом. И Бог открыл. У меня нет никакого образования гуманитарного. Просто я сам учусь. И Бог меня поднимает. Вот в чем дело, молодой человек. Сема. Какое дело-то? Я вас понимаю. Но... Это мой друг спит, если что. Вы просто... Вы просто сами выйдете так ночью на улицу. Ну, маленько оденьтесь. А то замерзнет. Ну, я же дома. Я же дома. Ну, дома. Выйдите на улицу. Когда рядом ничего не светит. И посмотрите на звезды. Был такой философ. Монтень говорит. Отрицать Бога под звездным небом и у гроба близкого человека может только идиот. Почему? Да потому, что все кричит о славе Божьей. Невидимой Божьей. Не видно. Кто вот эта книжечка. Кто ее создал так? Человек. Какой? Тот, кто эту книгу сделал. Это сделал книгу? Какой? Ну, я могу сказать. Я реставратор. Я ее сделал. Около трех... Вот, видите, вы человек. Значит, у каждой вещи... Вот она, телефон такой. У него есть творец. А то, что сложнее в миллионы раз, вроде само по себе. Ну, чего уж смеяться-то? Можно я скажу свою версию, пожалуйста? Эволюция. Наука. Эволюция. Нету эволюции никакой. Как нет? Нету. Человек все время. И даже скелеты все. А человечество, которое живет 7500 лет всего только. За 7500 лет, как в Библии написано, вот в этой святой книге. Вот. Вот она книга. И еще не найдено. Не найдено ни одного скелета, ни одной стоянки. Больше 7500 лет. От Адама. Напомните ваше имя. Напомните ваше имя. Игнатий Лапкин. Игнатий, пожалуйста. Вы запишите себе. По батюшке отчества. Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович. У меня бабушка глубоко верующая. Ну, когда я начну... Вот честно говорю. Я не противник религии. Я только за. Если человеку это нравится, я только за. Но перед этим, когда я задаю вопросы, я просто хочу узнать на них ответ. Мне бабушка не отвечает. Ну, давай, бабушка. Давай вопрос. У меня представление, что просто нет на них ответа. Бога доказывать нельзя. Что доказывать, когда все вокруг наполнено его красотою? Вот мы приехали на это место. Дом стоит. Это ветер нанес. Песок. Сама труба задымилась. Куда бы мы ни глянули. Все, что... Это просто физика. Ну, понимаете. Человек не верит. Почему? Потому что написано. Делающий добро идет к свету. Дабы явно были дела его. А делающий зло не идет к свету. А я, по вашему мнению, Игнатий Сихонович, просто к тьме хочу, да? Нет, ну вы сами решите. Если человек делает добро... Я наоборот хочу к свету. Но в Бога я почему-то не верю. Нет, понимаете. Вы в Бога не верите-то. А написано, бесы веруют и трепещут. Бесы. А вы еще хуже бесов. Почему? Да потому что они на небе были ангелы. Бог сбросил их, превратили в чертей. Но, Игнатий Сихонович, я же не хочу быть бесом. Почему я бес? Вот поэтому оденься. Сотвори молитву и иди в храм Божий. Приди к священнику православному, исповедуйся и скажи, я безумец, что я делал? Меня родители всегда в детстве водили в церковь. Мать водила в церковь. И бабушка. И поверьте, я всегда ходил одетым. Так, и что дальше? Но я никогда не верил в Бога, потому что, ну это бред. Ну как в это можно верить? Я не понимал. Бога верит в бред. Я не утверждаю, что Бога нет. Я не антихрист какой-то. Я просто не могу это сам представить. Смотрите, вот это кто сотворил вот это вот? Человек. Для чего? Для того, чтобы растоптать ногами, да? Для того, чтобы слушать музыку. Вот. Да вот, назначение у человека. Бог сотворил природу. Речь. У каждой вещи есть автор. Кто ее сотворил? А для чего? Чтобы растоптать, умер и все, ничего нету? Человек бессмертен. Посмотрите наушников, вот другие. Будут лучше. Ну скажите, вот человек живет. Один бандит там-то, щикатило, там умертвил 65 человек. А другой жил для Бога. Поднимал бедных, всем помогал. И умерли одинаково всем. Да. Да какой же это Бог? Такой Бог и не нужен. А раз Бог справедливый, Анзатаус говорит, поэтому здесь нет на земле справедливости. Она будет там за гробом. И Бог тогда каждому покажет. Гречники идут в озеро огненное, где плащ и скрежет зубов с сатаною. А у веры еще царство небесное. Для этого стоит жить, стоит молиться. Знаете, Тихонович, а вот смотрите. А почему вы так решили? Вот почему? Да я не решал. Это стало себе понятно. Но, а вдруг, не так все. Ну, давайте так. Все, мы слушаем внимательно. У вас есть критическое мышление, наоборот? Ну, давайте так, сейчас с вами поговорим. По три минуты. Три минуты сейчас. Вы говорите обо мне. Я верующий, а вы не верующий. Теперь скажите, что... А потом... Я не верующий. Я просто за и против. Ну, нет, нет, нет. Это не верующий. Не обманывайте себя. Вы не верующий. Нет. Ну, скажи теперь. Я готов выслушить и вас, и себя. Я готов вас слушать. Я предлагаю вам ответить. Вы говорите, это ответ. А сейчас ответ получите. Смотрите. Сейчас три минуты, вы правы. А потом три минуты, я прав. Согласны? Да, конечно. Вы правы, три минуты. Скажите, что я проиграл? Не отвечаете? Да, отвечайте. Я верующий, а вы не верующий. В ваших глазах я идиот и дурак. Верю в то, чего нет. Нет, нет, нет. Вы не идиот и дурак. В моих глазах я идиот и дурак. Знаете почему? Я вам объясню. Потому что у нас с вами просто разные точки зрения. А точек зрения миллиард, бесконечность. Я не говорю, что вы идиот и дурак. Возможно, я идиот и дурак. У меня нет такого мнения. Понимаете? Потому что каждый из вас, Игнарий Тихонович, каждый из вас имеет свою точку зрения. Я не говорю, что кто-то из нас дурак. Так она что точка зрения? Мы говорим о Боге. Да, я об этом и говорю. Вы верите в Бога, допустим. Я могу верить, могу не верить. Это моя точка зрения. И даже Бог, даже Бог, если Он есть, Он не имеет права меня осуждать. Ну, 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 Бог не имеет права. Какой-то маленький... Нет, Он не должен меня осуждать. В Библии, кстати, так и написано. Что у меня... Я, вот честно говорю вам, дословно я не помню. Я вам клянусь, дословно не помню. Но я могу иметь свою точку зрения. Да имейте эту кочку. Сиди на этой кочке. И зрение, зрение. Какое зрение, когда он безбожник? Он слепой. Он не видит красоты Божьей-то. Нет. Вот в том-то и дело. Я вижу. Мне нравится мир. Все, мы давайте разговор закончим так. Которые три минуты. Смотрите. Я тогда за вас буду говорить. Вот это другой человек. Это не вы. Вы верующие. Так. И вот неверующим, в глазах неверующего-то я... Кто такой? Что я потерял? Я говорю, я, во-первых... У меня друзей много. Я не пьяница. В семье порядок. Меня уважает вышестоящее начальство. Я встречаюсь с министрами. У меня... Университеты открыты я преподаю. Три радиопрограммы веду. Слушают миллионы людей. У меня на моем Ютубе просмотров 31 миллион. У вас есть? Ну, конечно. Во свете Библии, Ютубе. С 14 тысяч 300 роликов. С 14 тысяч моих роликов. Как называется? Как называется? А во свете Библии? Во свете Библии. Свет. Я сейчас запишу, я завтра посмотрю. Давайте, давайте. Запишите. Во свете Библии. Да я подожду, Сема. Не торопись. Сейчас, секунду. Во свете... Во свете Библии. Смотрите. Если вы подставите Ютуб, значит, вы в Ютуб пойдете, канал. Если поставите сайт, под этим зайдете на мой сайт. Такого сайта нет во всем интернете. Там 50 книг, которые я начитываю. Там мои книги. 43 книги мной изданы. С 38 уже в варианте... Вы читали 43 книги? Да. Тома. Не каждая книга... Каждая книга 752 страницы. Вы зайдете, там увидите фильмы, снятые конкретно о мне, занявшие первое место на международном киноконкурсе. Геннадий Тихорович, можно вопрос... Извините. Я сейчас закончу, смотрите. И вот сейчас, ну, я разговариваю как бы не с вами, раз вы верующие, а не верующие. Ну, в глазах его, ну, темный, не знаю, и то другое. Но я ничего не проиграл. У меня здоровье хорошее, нормальная пища, хорошие друзья, отличная семья. У меня три голубятни, я туда-сюда ложусь, вожусь. Вот. А я говорю, вот что я проиграл? Ничего, одинаково умрем. Но вот если я прав, предположительно, а ты не веришь в Бога. А написано, неверующий не увидит в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так написано, гнев Божий. Ты в аду будешь гореть, что ты сделал с собой? Я ничего не проиграю, если даже Бога нет. Я жил для Бога, а его нету. Ничего я не проиграл. У меня жизнь целеустремленная. У меня... Я с губернаторами встречаюсь. Такие люди, которые с лауреатом Нобелевской премии. И мне даже нужды нет никакой. Я никто, но они меня считают за человека. Видишь, вам все время подкормка нужна. Это сатана на уровне разложения материи. И вы думаете, что ничего нету. А у верующих этого нет. У меня чистый воздух, а у вас отравленный. Уже разница есть. Ну, смотрите. А сейчас я можно альтернативную точку зрения скажу? Давай. Вот смотри. Ну, вот чисто, опять же, все гипотетически. Все... Я ничего плохого не... Я, вот честно, к вам отношусь с уважением. Потому что вы молодец. С вашей точкой зрения вы скажете. С большим уважением. Лично к вам. Но сейчас твою точку зрения скажу. Смотрите. Вы всю жизнь, как верующие говорят, жить в нищете, все Богу. Но при этом... То есть, ну, у вас... У верующих все уже скромно, правильно? А вам верно в мою обстановку? Посмотрите, кровати. Конечно. Вот, вот смотрите. А вот, когда напротив вас сидит олигарх, к примеру, ну, так к примеру, у него есть все абсолютно. И при этом вы проживаете одинаковую жизнь, у него все есть, а у вас ничего нет. И по итогу в конце вас ждет одинаковый финал. Вам обидно будет или нет? Нет, как раз не одинаковый. А вот заметьте. Теперь без... Одинаковый. Ну, смотри, нет. Подождите. Вы сказали, если Бог есть. А если Бога нет, то финал-то у вас будет одинаковый. Вы в конце ничего не заимеете, что он, что вы. Но при этом жизнь вы прожили одинаковую. Он в своей жизни жил на полную, а вы нет. Вы видите, мы с вами разговаривать-то как? Вот, допустим, ну, хоть маленько бы как-то вера была. Знаете, Иханович, я с вами готов разговаривать абсолютно... Но, что вы мне сказали, я воспринимаю абсолютно нормально. То есть, я воспринимаю нормально альтернативную точку зрения. Нету точки зрения. Я готов вас выжить. Так, смотрите. Я работал с малолетками, преступниками. Можно я буду? Не надо, не надо. Подождите маленько. Уже наркоман, понимаете? Вы не можете без этого уже. Сатана вас мучает уже. Сатана мучает. Видишь как? То есть, вы уже себя изорвали. Вам до 36-лет не дожить. Нет. Доживу, надеюсь. Да нет, нет, нет. Вы отравляете. Ваши легкие уже дырявые. Зачем вы мне так сразу не... Ну, я говорю, что бросили это. Я же за вас стараюсь, стараюсь. Что ты... Можно я скажу? Это просто не моя штука. Это штука моего друга. Я вообще не курю, в принципе. Просто хрена. Когда он приносит эту штуку, я хочу ее покурить. А вообще не курю. Ладно, ладно, ладно. Это смотри... Не надо пока. Слушайте. Я работаю с малолетними преступниками. Вы... Ну, сейчас, не сегодня. Ну, несколько лет назад еще. Почему? У меня огромное его... Вы перебиваете, вы слушать не умеете совсем. Извините, я слушаю. Ладно, вы запишите наши ресурсы. Во свете Библии сайт. Во свете Библии форум отдельно. 1600 тем, там мои темы. Вот на сайт зайдете. Я там справа написано «Вопросы и ответы». Я студентам отвечаю на 4124 вопроса. Политика, экономика, социология, искусство, литература. То есть 55 папок я отвечаю на все вопросы. Передо мной сидят олигархи. Олигархи сидят. Они в нашем городе избрали меня, чтобы я поднял их уровень. Извините, а не могли бы вы мне свою страницу ВКонтакте дать, чтобы я завтра непосредственно вас нашел? Нет, тогда вы найти меня в этом... В скайпе найдите. Игнатий Лапкин в скайпе. Запиши скайп. Сейчас, хорошо, сейчас записываю. В скайпе? По-русски или по-русски? По-русски. По-русски все. А кеннези дочке? Игнатий Лапкин. Я только английский знаю, шпрэхан не очень. Кеннези, ты говоришь английский? Ты понимаешь? Я спросил тебя, ты веришь? Игнатий Тихонович, вы говорите? Я верю в Иисус Христа. А и ты? Вы лучше меня знаете, честно вам скажу. Ну ладно, я самостоятельно учил разные языки, с людьми беседовал, у них проповедовал. Игнатий Тихонович. Нашли? Лапкин. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Игнатий Тихонович, я сейчас в интернете просто написал про вас. Так. И очень много чего нашел. Там много что найдете. У меня врагов там тысячи. Мне пришлось заблокировать только за последние полгода 7,5 тысяч человек. Почему? Потому что мы делаем дело Божье. Вас Господь должен вывести на наши ресурсы, а не о том, что кто-то скажет. А кто скажет, у которых ничего нету? Завистники. Извините, что опять перебил. А вы в каких соцсетях находитесь? Сейчас где нахожусь? Барнаул. Город Барнаул. Нет, в соцсетях, в соцсетях. Я не пойму. Что хотите узнать? Ну в интернете вы, в смысле, как с вами можно связаться? Я еще раз говорю. Скайп. Система такая. Открыто друг другу. Нет, я знаю, я знаю. А вы именно только в Скайпе, да? Ну почему в Скайпе? Ну а в другом месте-то мне уже труднее отвечать. Вот смотрите. А вот ВКонтакте, Инстаграм? У меня везде есть. В Инстаграме, и Твиттере, и Фейсбуке. Но там работает администрация. Я туда даже не захожу. Оттуда мне материалы скидывают. Смотрите, допустим, завтра, например, я захочу с вами связаться. По Скайпу. Да, ну, к примеру, ну даже Инстаграм, я хочу вас найти, да, ваш профиль. Ваши статьи почитать. Да. Просто, Игнати, ну вот написать я вам завтра захочу, лично, вот написать. Ну это мой мир, Mail.ru, в моем мире. Там переписка идет. Мой мир. У меня там 22 тысячи фотографий наших. Знаете, на самом деле, вот честно вам скажу, вы очень интересный человек. И не ожидал, что я вас встретил. Ну, понимаете, в чем дело. Это дело не в интересе, дело в вере. Вот представьте, у меня книги написаны. Слушай внимательно. Все, Ма, не перебивай. И мне, Господь, я молюсь, положил на сердце, а книги обо всем написаны. Как правильно жить. Как с преступниками. Как я, начальник детского лагеря, 45 лет, без помощи государства, тысячи детей поднял. Помог Господь. И теперь, я думаю, как эти книги сделать известными. Господь положил на сердце. Мы покупаем газель, газель отечественная, грузопассажирская. Мы грузимся из Барнаула. Знаете, где Барнаул находится? И мы едем до Владивостока, Тихий океан, порт Находка. И я везде дарю книги, 38 томов. Дальше, здесь отсюда посылаем контейнер границы и проезжаем до Лиссабона. Где Лиссабон? В Португалию. В Португалию. Мы доезжаем до Атлантического океана. Проходим Турцию, с той стороны Черного моря. Проходим всю Скандинавию, Прибалтику и Север. И мы посетили 650 городов. 120 тысяч километров. И везде я дарю книги. На 35 миллионов подарил. А у меня пенсия, в настоящий момент, 8 тысяч, 141 рубль, 33 копейки. Мне не давали коммунисты работать нигде. Поэтому я на самом низу. Плотник, бетонщик. Я прорабом работал. Мне не давали. Поэтому такая пенсия только вне ведомственной охраны, при милиции, в том районе, где я живу. И я все равно выжил. А почему? Теперь я с милицией веду занятия. В тюрьме с персоналом. Захожу однажды, пять генералов сидят. Мэр города. И они говорят, а мы только о вас сейчас разговаривали. У них там день рождения. Я говорю, а что? Более счастливого человека никто не встречал. А почему? Вы делаете то, что вам нравится. Видно, как вы ликуете этим, что преступник стал на правильный путь. Был бедный человек, подняли его на ноги. Был заброшен, подняли, допоили, докормили. А я, говорю, с чужими сидит прокурор края, главный судья краевого суда. И они меня лично знают. Ко мне в мэр города заезжает, а мэр в десятку лучших мэров в Россию входит. Вот дом, в котором я сижу сейчас, его нет у всей России такого. Почему? Когда я освободился, я начал судиться. У меня изъяли, по государственным нормам, у меня изъяли на 11 миллиардов теми деньгами. Что это? Это фанатека, самая крупная в мире. 50 книг насчитано. Я оформлял, как фильмы делал. А отдавать-то нечем. И рассчитываться нечем. И тогда предложили, я предложил им недвижимостью. И вот два дома, вот где я живу. Там, где я сделал церковь, у меня молятся, приходят люди. Я сам там молюсь. Из дома здесь. Представьте, у меня квартира была такая же оборачивающая. 12,8 квадратных метров. У меня 11 человек живут, я около вокзала живу. Дверь открыта, ключа нету. Приходят бомжи ночуют и становятся на ноги. Это Бог делает так. Даже сегодня я вспомню, мне страшно. Меня Бог избрал после... На Евангелии 23 года я в морфлоте служил, в ракетных войсках. Когда вернулся, поступил в мореходное училище. Говорят, да у вас какая-то бедность была бы. Нет. У меня сила. Я все время спортом занимался. Это не то. Теперь я учусь в мореходном училище. Добиваясь сдать три курса за один год. По выбору комиссии. Английском, немецком или французском. Я с выходом за границу. И в это время Евангелие, вот эта книга, мне попадает в руки. Дали мне. Я встал на колени, я встал уже другой. Я встал и первый матрос говорит, мы живем неправильно. Жить надо для Бога. А теперь за мной тюрьмы пошли. Я радуюсь во всем этом. У вас этого нету. А сколько вам сейчас лет? Как говорите? Игнат Тихонович, сколько вам сейчас лет? 80. А вы сейчас меня не снимаете, я надеюсь? Конечно снимаем. Это будет стоять в интернете. Серьезно? Конечно, Сема. У нас нельзя лгать никакого слова. Лошадь дьявола. И ты увидишь, что ты парень хороший. Ну, любая девка тебя изберет на ночь. Тело ты и показываешь, а афишируешь. А в другом-то тебе надо подучиться. Надо побыть в нужде. Игнат Тихонович, а можно меня как-нибудь без интернета? Никак. То есть вы зайдите на наш YouTube, и там это будет стоять в пределах, ну, допустим, 10 дней. Потому что я отсылаю в администрацию, бывает так у нас работают в другом городе. Вот нашелся парализованный мой сайт. Огромный-огромный сайт. И он этот человек парализованный. Говорит, надо копию сделать. Я говорю, зачем? Ну, он специалист. И он, я закончу. Он без моего ведома нанимает высшего класса из Израиля, из Белоруссии, программистов. И они делают этот сайт. Мой сайт копирует, ну, оформление там другое. Я говорю, сколько же Сережа заплатил за него? 300 тысяч. 300 тысяч отдал, впервые познакомились. Где бы я ни был, люди сердца открывают. Будь я не верующий, мне как вора боялись бы. А они знают, мои двери, у меня все открыто для людей. То есть, смотрите, вы выкладываете видео, то есть не на долгосрочное время? Это навсегда. Потому что вот сейчас только сделали копию полностью и увезли в Испанию. Будут открывать, может быть, в Нужной Америке или где-то. В разных местах, чтобы если здесь погибли, в другом месте осталось. У меня, вы когда посмотрите, вы придете просто в страх. Это нельзя сделать человеку одному. Меня когда арестовали, то в московской КГБ говорили, тут несколько отделов в Сибири трудятся, а нашли одного человека. Но я не один, потому что со мной все время целый коллектив работает людей. То есть мне никак не избежать Ютуба, да? Никак, зачем избегать? Это нормально, у нас разговор. Нет, смотрите, Игнатий Тихонович, я просто не очень хочу светиться. Ничего вы плохого не сказали, ни разу не заматерились. Это уже достижение. Это бабушка ваша за вас молится. Нет, все-таки мне не очень хочется. Ну, мало что не хочется. Не надо это ломаться. Вы нормальный парень, уши и глаза есть. А потом ты посмотришь со стороны-то и будешь... Ну, копию себе снимешь и скажешь, что я делал. Только не забудь. Если подробно хочешь знать, зайди по скайпу ко мне. Я тогда скину, где именно ваш ролик. Потому что у тебя сегодня, уже с сегодняшний день, выставил 13 роликов. 13. А у вас много просмотров набирает роль? Ну, вот на Ютубе это 31 миллион. Миллион? Миллион. А что удивляете? Ну, так вы зайдете сейчас... А Ютуб... Миллион это очень много. Самые топовые блогеры столько набирают. Ну, меня блогерем называют. Вот представьте... Ну, миллион это очень много, но объективно. Ну, это просмотров, просмотров. Да, я про просмотров. Да, я про просмотров. Да, я про освещаю. Это 31 миллион. Серьезно? Да, конечно. Так у нас какие люди-то приходят, посмотрите. Сейчас, секунду. Вот зарядите. Ютуб канал. Канал. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Четыре слова. Частные. Его увидите там. 32 тысячи подписчиков пока. Нет, вы про миллионы просто говорите. Да, я говорю. Ну, зайдите сейчас. Там увидите вверху, там показано. 31 миллион, там 500 тысяч, что ли. Нашли? Сейчас, секунду. Сема, я вам говорю стопроцентную правду. Не то, что там я. Я вижу, да, 301 тысяча. Нет, я имею в виду, вы монтируете как-то ролик? Нет, нет, не монтируем. Вот как есть, они живьем идут у нас. Потому что монтировать люди не доверяют, там, картинке. У меня вот как снимаем сейчас, так и будет. Вот я махнул руками, там будут руки. Как ты попришил? Да, я вижу. Так, сколько просмотров там? Посмотрите. Ну, вверху смотри. По-разному, по-разному. Вы про какой ролик имеете? Нет, нет, нет. Общий просмотр, сколько там. Там здание где? И посмотри, вверху там написано. Нет, я вижу. Сколько? 32 тысячи. Нет, это подписчиков. А дальше по строчке, считай, написано. Просмотров. Нет, каждое видео, правильно? Все вместе. 31 миллион. Ну, что-то, не прочитал? Да я просто не очень понимаю, где смотреть, Игнать Тихонович. Ну, под зданием, которое вверху, там, вы открыли это уже. Все раз видите подписчиков, вы знаете, а рядом написано. 31 миллион. И 500 тысяч. Наверное, я, ладно. Ну, вы найдете, увидите, я вам говорю. Я скоро посмотрю. Там есть такие ролики, которые 700 тысяч посещений одного ролика. Одного. Просмотра. У нас природа показана. Все, что мы делаем. Мы отработаем, где беседуем, в дороге едем, останавливаемся в библиотеках. Мы все снимали. Все. Игнать Тихонович, на самом деле, вот, мне большая удача, что я на вас выпал. Ну, это я молился, чтобы вас Господь послал мне навстречу. Вот заметьте, там я в библиотеке имени Ленина, мои книги. В Москве, в парламентской библиотеке, в исторической, в Москве только в трех библиотеках. Вы понимаете, что это значит? Это не просто я дал книги. Это божественное все. Как человеку быть другим. Там и в каждой книге 64 страницы фотографий цветные. Мы издали Новый Завет, и там 230 гравюр, мы их раскрасили и издали. Эти книги видели в библиотеке у Путина, там у Патриарха, в датской библиотеке у Королевы. То есть мы везде дарили, дарили. Я подарил на 35 миллионов книг, имея 8 тысяч пенсию. Ясное дело, что это не мое. Так что, Сёма, в эту фистушку-то выбрось, не бери ее в руки, не отравляй себя. Сейчас пост идет великий. Пост. И вот как мы молимся здесь, как собрания идут. У нас все высвечено. Спрашивает, как обедаете. У меня брат был в больнице, а я без него. Я показываю, как я кормлю кошек под полом там в церкви. Слажу туда. Теперь, как я на голубятни, гоняю голубей. Я на велосипеде езжу, у меня никогда ничего не было. У меня все есть. Вот только подумал ехать, а денег нет. Незнакомый человек, я его никогда не знал. Он говорит, я слышал, вы нуждаетесь в деньгах, книги издаете. Я говорю, больше не издаю. Я остановился, я умею останавливаться. Но он говорит, ну а что делаете? Я говорю, сейчас мы поездку будет миссионерская. От океана до океана. До океана пошлю деньги. Ну посылай. Кто такой? Булкин Дмитрий, город Калининград. Вот откуда. Это Господь делает. И мы только за одну поездку на горющее потратили 440 тысяч. Это Бог делает так. Все, поверь, с Богом как легко и на душе легко. Смерти нет. Вот я на корабле работаю, на корабле. У меня стихотворение там 3467 стихотворений по 9 куплетов. А много или это мало? Это за 9 лет написано. Это что за свою жизнь написали вместе Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок. Так там меньше еще. И ни одной помарки нигде нет. То есть чистого листа пишется. Игнат Тихонович, а вот смотрите. Вы сейчас один, да? Да. Вот скажите, вы если хотите послушать, как мои стихотворения поются, запиши фразу одну. Запиши и увидишь. Примерь к себе с своим воображением. Примерь. Примерь к себе. С своим воображением. С воображением. Игнатий Лапкин. И там ты увидишь на гитаре, играют и поют. А внизу слова песни. Или такое, допустим. Рыбацкая шхуна с волнами боролась. Это мое стихотворение. И тоже Игнатий Лапкин. И 86 примеров моих стихотворений песнопения. Переложено музыкой. Вы в ВКонтакте, я сейчас понимаю. У меня ВКонтакте. Ну, везде, везде у меня есть ресурсы. Но работает там администрация. Я туда не захожу. Мне даже некогда. Самый хороший ресурс из такой мелочи. Это мой мир. Мои лру. Игнатий Тихонович, а смотрите. Вы сидите вот здесь в чатрулетке, что для меня на самом деле очень удивительно. Я ради вас и пришел, Сема. Чтобы вам рассказать. Чтобы вас извлечь из этой тьмы. Да у меня нет тьмы. Ты в глубокой тьме, слепой. Господь. Смотрите, я реально, я молодой. У меня сейчас вообще ничего нет. Да, но уже душой ты и калека. Да почему? Ну, не спорь. У меня опыт. Сема, я работаю с людьми. Одновременно в пяти университетах вел занятия. Тринадцать школ, во всех отделах милиции, воинских частях. Три радиопрограммы. У меня все время народ. Я знаю людей. Любого класса. Сорок пять лет начальника детского лагеря. Знаю я людей или нет? Нет, Игнатий Тихонович, вы, конечно, знаете. Но смотрите, я никогда в жизни никому ничего плохого не делал. Я даже кошку не обидел. Ни муху не обидел. Вот вы можете мне не верить, но я вам клянусь. Это так и есть. Не надо клясться. Христос говорит, никак не клянитесь. Я вам говорю честно. У вас родители живые? Родители живые? Родители живые у вас? Конечно, да. Они хотят, чтобы вы были наркоманом. Хотят? Нет. А вы другим не будете? Не буду. Нет, наркоманом не буду никогда. Вы уже наркоманите. Вы уже наркоманите и дышите. Это легкий наркотик. Дальше героин пойдет. Не пойдет. Ты услышал, спорить не надо. Я работаю с людьми, с наркоманами. И я их очень хорошо знаю. 36 лет, крышка. Вот послушай стихотворение, я тебе расскажу свое одно. Пример к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Не час, не сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе, за обедом стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать. Когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег. В истерике, в бессилии их измотало. В горных перевалах там след моей ступни не распетлял. По шахтам, гротам, по логам, отвалам. И следует святых, о ком я насчитал. Мой бег, мои убежища с Давидом. За мной доик, бешеный Саул. Они разведали, что им я мед, акриды, а штаб-квартира избран в Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине. Последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошел. Не досягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд следы считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле. Застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Молодец. И вот у нас, как на корабле было, когда оледенение, корабль готов опрокинуться. Называется рыбацкая шхуна с волнами боролась. Стремительно крен возрастал. Сметение росло. Но раздался вдруг голос и всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала. Был лопасти, виден плавник. Как туша убитого кем-то финвала. Корабль под ударами сник. Остались минута. А дальше развязка. Объятие холодной волны. Над пропастью мглы с ледяной повязкой. О чем бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне. На жизненной грани, на жутком изломе, на вечно девятой волне. Иные клянут капитана, стармеха, проклятия всем и всему. Окончена жизненная чаша утеха и брошена раза в волну. Когда мой корабль опрокинет пучина, А рот поперхнется волной, Дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой. Сема, с Богом прекрасно жить. Выбрось эту свистушку, оденься и сходи в храм. Помолись. Господь силен простить, потому что Он умер за нас. Ну почему я бы не могу так? Господь даст веру и внезапно откроет. Вот смотрите. Это конечно, но почему я так не могу сидеть? Не можешь. Теперь смотри, я говорил так. Вот сейчас с одним таким разговаривал, он сразу пошел, оделся. А я ему не говорил этого. Ты еще ребенок. Я ребенок, да, мне 19. Ну вот. А у него двое ребятишек. И он голый сидел и пошел сразу оделся. Ему неудобно. Я аксакал для вас, старший. У нас хорошее отношение с мусульманами. Честно, мне неудобно. Я просто не знаю, где моя футболка. Ну ладно. Знаете, что это нехорошо. Конечно. Я просто не знал, что вы на меня попадете. Для вас просто так встреча. А для меня то, что я молился. Я просил Господи, выведи добрых людей, чтобы показать им путь выхода. Мы не религию проповедуем всем, а Христа, который умер за наши грехи. Который за меня умер и воскрес. Это весь мир знает это. Все. Вот наша эра идет от Рождества Иисуса Христа. Ты еще... Ну так, Христос умер за нас, а нам все равно? Нет, честно, мне не все равно. Я просто... Можно я свою позицию чуть-чуть выскажу? Я не то, чтобы против Бога. Я за то, чтобы как бы найти и против... Как бы и за, и против. Чтобы все это как-то согласовать. Некро искать. А потом уже прийти к чему-то единому. Вот так. Христос воскрес. А если бы не так, то все бы светло давно укутал мрак. И солнца, правда, не узнали мы. Не было бы выхода из тьмы. И если бы он из гроба не восстал, нам чушь бы был высокий идеал. И даже в мыслях мы бы не смогли подняться над растлением земли. Он жив. А если бы он не жил? Живое все, то мир похоронил. И дальше говорит. Та весть прошла через грани всех веков. Через границы всех материков. Ни варварство, видимо, ни прогресс. Не заглушили песнь. Христос воскрес. Мне нравится. Ну, еще бы. Вот. Знаете, вот в Ашхабаде было замлетрясение. Послушал одно стихотворение. Это не мое. Храпово. Земля тряслась. Волной колебания Было прокинут город Ашхабад. В развальных оставшиеся здания Об этом и сегодня говорят. Об этом говорит мечеть Туркмена, Взияющая рано обнажив. Здесь многие уж были несомненно И доставали здесь карандаши. Стена чернеет в именах и датах. То экскурсанты записи вели. Мол, были здесь такие-то тогда-то. Да, были. Посмотрели и ушли. Я лишь одну из надписей в мечети До этих пор мог в памяти хранить. Вот строить научусь. И стены эти я постараюсь вновь восстановить. Такое вот стремление и желание Должно присуще быть сегодня нам. Отметили большое колебание Сейсмографы Господни по церквам. Вот здесь видны проломы в Доме Божьем. А там сошли с фундамента столпы. И гнется трость предутонщенной ложью. И вновь Христос хурится средь толпы. О, как нужны теперь нам христиане, Которые могли бы повторить. Я приложу все силы и старания, Чтоб Божий Дом опять восстановить. Поменьше б тех, кто смотрит равнодушно На раны церкви в тягостные дни. Поменьше б тех, Кому одно лишь нужно, Чтоб в списках общин числились они. Касается? Мне нравится. Ну, конечно. Это живое все. Игнат Тихонович, Уже, кстати, 9 утра. А у вас сколько сейчас времени? Время сколько? Сейчас, Семышка, посмотрим, сколько. У нас сейчас дня. Сейчас дня? Сейчас дня. А мы вот всегда встаем. 4.40 по нашему времени. Чтобы до работы успеть помолиться, Посчитать Слово Божие. И так каждый день. Даже в детском лагере у меня, В детском лагере, Подъем всегда был в 5 утра. У меня особые дети были. Особые. Они все умели делать. Вот приехала комиссия, А дети спрашивают, Или я спрошу, Кто, вот я вас спрошу, Кто телефон изобрел мобильный? И все кончилось. Мартин Купер. Мартин Купер. А кто интернет изобрел? Тоже не знаете. Тим Бернерс Ли. А дети знают. И мы за них молимся каждый день. Мы реально в руках держим обстановку. Дети знают, кто изобрел айфон. Они знают все, дети. Знают, кто у нас губернатор, Кто председатель совета министров. А дети маленькие. Мы не только божественные, Мы все это должны знать. Природу изучать. Я учу их лекарственные травы, Чтобы знали. Я это знаю. Деревья. Я, допустим, Листик сорвал дерево. А куда его? На что оно угодно? Куда его можно употребить? Мы должны насчитать. Он даже ноготь у человека. А ноготь для чего нужен? Ноготь. И начинают дети. Для чего? И вдруг 5, 6, 7, 8, 9, Уже 10 причин нашли. Как Бог удивительно сделал. Дети должны все знать. Я ему говорю, Ты еще не родился. Уже смотри. Дверь на шарниры. Тепло сохранять. Стекло. Светло. Тебя ждал мир, Когда ты родишься. Не для того, Чтобы ты наркотиками В мозге отравлял. Чтобы ты тоже что-то изобрел. Ты помогать должен Бедным, нуждающимся. В каждом увидеть Христа. Христос говорит, Помогли ему, Это мне помогли. Ему, Господу. Понимаете, Такая великая цель. Иоанн Златовус говорит так. Вот. Ему говорят, Ну, ты проповедуешь, А вон твои прихожане В пивнушку пошли. Я знаю неверующих, Которые лучше вас. А Златовус говорит, Это в пятом веке Проповедник был. И он говорит, Город Златовус есть. Он говорит, Чтобы быть верующему доброму, Три причины. В первую очередь, Мне обещана награда, Что я последнее отдаю Для Бога. Но я лишу нуждающихся, Многодетных. К примеру сказать. Второе. Если я буду делать неправильно, Бог угрожает гиенной огненной, Огнем. И третье. Бог помогает, Благодать. И несмотря на это, Мы падаем еще. То, что спрашивают с того, Там, Ивана, Петра, Которые ничего этого не имеют. Это животное. Живет как скотина. Ничего не знает. А что по природе знают, Скакать друг на друга, Тем расслевают с тебя. Ну, еще, Сема, давай прощаться. На самом деле, я бы с вами не прощался, Тринотихночь. Ну, ладно, даже в скайпе меня найдешь. С четырех дня, Ночи. До четырех дней по Москве. По Москве. Я вас уже где угодно найду. Я в интернете. Ну, так, слушай. С четырех ночи по Москве. До четырех дней в это время Можно будет позвонить. Если будешь звонить, Каким-то там все обо мне найдешь, То никогда не о легкой. Сразу говорю, я такой-то. Был раздетый. Вы со мной говорили. Я не верующий, не неверующий, Чтобы я догадался. И меня звать скажет Семен. О, тогда я вам отвечу. Иначе моего голоса... Помните? Да. Вы меня запишите как-то? Как, конечно. Можно, не надо. Ну, ладно, Семен, не надо. Так, у нас-то мы хорошее говорим. Столько старались, время тратили. Спасибо. А люди на этом обращаются к Богу. Честно, я вам очень признательно спасу большое. Я, знаете, сижу в камере, Ну, и говорю, как мальчик один. Мы малину решили набрать с молоком. А один мальчик отошел подальше, А тут деревья растут. А ко мне подошли, говорят. А он, говорит, берет ягоды и в рот. А в кружку не кладет. Я потихоньку подкрался. А он так, берет ягодку. Святый Божий. Святый крепкий. Святый бессмертный. Помил у нас, поет. Я потихоньку опять отполз. Не надо трогать. Он кладет. Он очень хорошо кладет. Потому что мы смотрим на другого. Я это в камере рассказал. Одному он говорит, Это ребенок маленький. И так, ну, маленький уже 5-6 лет. А у меня две дочери, такие злые. И ходят, и плачут. Редкин Владимир Прокопьевич. Понятно? Он первый раз это услышал. Он арестованный. У него-то большой срок будет. И вдруг он обращается, начинает со мной молиться. Я говорю, Володя, тебе уже закончено все. Да все, уже суду скоро будет. Немедленно вызывай прокурора по надзору. И скажи, что ты врал. Пусть все перепишут. Да ко мне тогда вообще, там, аппаратурный завод, он давал эти, аппаратуру развозил, отдавал. Кому отдавал? Начальнику Алтайского КГБ. Ты что, боишься его? Ты скажи, я ему отдал. Тебе, наоборот, это легче будет. Так ему условно дали. Да в тюрьме такую молву, они любят эту байки передавать-то. Вроде я открыл тюрьму, чуть ли не всех выпускаю. Понятно? Я с Богом. Я перешел, когда мне срок объявили, а прокурор говорит, ну, поняли? А я вот так вот встаю, а тут решетка. Я за решеткой вот так вот, за решеткой два раза шагнул и говорю, вот там я и буду, через два шага. Меня по этапу везут. А вот этап это свирепый новосибирский этап. Никуда, женщин в туалет не водят, криком кричат. Женщины мне кричат. Батюшка, молитву напишите, а я не отвечаю. А в коридоре ходит часовой. Он подошел, а почему вы не отвечаете? Я говорю, устав, который у вас есть, он запрещает. Но я разрешаю. Я говорю, женщины, я бы написал, но вот он если разрешит писать. А он говорит, я разрешаю. Я им молитву дал, а они успокоились, повел меня в туалет. А я ему и говорю, юноша, будьте добры, сводите женщин в туалет, им так трудно. И он пошел, а женщины знают. Так они не знают, что сказать мне самое хорошее. Почему? Я для Бога это делаю. Вот ко мне в камеру, камера открылась, а его взяли. А он вот третья ходка, третий раз он вор. Его как ударили, а комната, говорю, камера, мимо шконок он пролетел, и головой о батарее ударился. Я сразу же постучал в дверь, дежурный подошел, что политработника вызовите немедленно. А его уже сказали, если я вызываю, надо же выполнить. Он пришел, Ульяновский Владимир Александрович. В чем дело, Лапкин? Я говорю, сейчас одного на допрос брали, и вот так с ним обратились. Он виновен, да. Ну, ударили, пролетел и головой ударился. Видите, он какой лежит. Да вы что? Кто это сделал? Там расследование будет. А уже по тюрьме слух пошел, что я за преступника заступился. Понятно? Мне до всего дела есть. Мы покрасили яйца, я иду в тюрьме, и по камерам раздаю. Я узнаю, что нужно. Иду к прокурорам, ходатайствую о них. А будь неверующим, мне еще не надо было бы. Мне, вот, которые начинают ругаться, я говорю, если бы это было в камере, тебя по стенке размазали бы. Я молюсь, в камере стараются даже не курить. А это не одна тюрьма, а их 70 человек. И в 8 часов я начинаю проповедовать, а есть эти отбой. Камера открывается, охранники с двух этажей собираются у дверей. И здесь я проповедую 2 часа полное молчание. Сколько людей, которые до суда вышли, стали говорить правильно. Бог сделал это. Бог наполнил меня этой рекой Слова Живого. И у меня с собой Евангелие, я даю, считаю, нашли 3 человека в камере, которые не курят. Вымоют руки, а главный, который, ну, вор в законе, так называют-то, он следит за порядком. Я только зашел в камеру. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мне греша. Мир вам! Сразу один оторвался. Так, кто такой, по какой статье? Я говорю, 190 прим. Что, мента грохнул? Я говорю, нет, это 190. Это 190 прим. Это политическая статья. Сразу же все справки навели. А где вы хотели? Говорю, ближе к окну, и чтобы рядом не курили. Он сразу разобрался. А на душконку 3 человека. А мне две освободил, и я один на них лежу. А это какой год был? 1987. 1987 год. Я еще долго не был. Это Бог делает так. Это Бог делает так. И когда приходишь, тебе дают там матрас, там все дают. А мне не дают. Меня, который там баландер называется, отвел в сторону и говорит, стой, отец здесь. И достает буквально хрустящие простыни, новые. Он говорит, я уже третий год здесь, и я ждал, когда ты придешь сюда. Я говорю, а как ты знал? Сон был. Я видел это. Вы должны были прийти. И он мне дает. Меня ведут женщины. Куда вас поместить-то, говорит. Я говорю, там где табака нет. Это как везде курят. Одна говорит, как в ШИЗО. Вот тут преступников, которые нарушают порядок. Они меня тоже завели. Я зашел, когда они опять заглядывают. Ну как, нормально? Я говорю, что-то дышать нечем. Ну там и сейчас она пошла, швабру достала. Швабра этого в окна. Дрынь разбила. Новые люди. Новокузнецкий. Я еще там не был. И уже все покорено. Понятно? Я верующий. Вот заходим в камеру. Я захожу. Один сразу навстречу. Вы Бог? Я говорю, да какой я Бог? А я сон видел, что сказано было сегодня в камеру. К вам Бог войдет. Я говорю, через меня Бог вам скажет. А их там два сидят. Цыган за убийство сидит. И этот валюту там обменял. Попался. И у меня как будто я всегда тут и был. А неверующие там ободрать тебя. Что сделают? Как входит? Там это вор в законе. Все показывает. Покажите, как я заходил в камеру. Вся камера готова услужить. Я молюсь. А они с других камер. Скажите, батюшки, пусть помолятся. У меня срок большой. А потом мне срок небольшой дали. Поблагодарите. Видите как? Верующий. Я везде у Бога на примете. Потому что меня нету. Я растоптал себя. Мое я должно быть уничтожено. Богу дать место. Вот так, Семушка. Ищите Бога, пока можно найти. Ищите. Он близко. Он стучится в твое сердце сегодня. В Библии написано. Все. То есть, вот стою у двери и стучу. И кто услышит и отворит. Войду к нему, буду вечерять с ним, и он со мною. То есть, дверь сердца. Господь стучится через мои слова, чтобы ты открылся и сказал. Верю, Господи. Помоги моему неверию. Даже можешь так сказать. Тебе Бог сразу откроет. И ты сам на себя будешь смотреть, на сегодняшнего, утреннего, как будто это не ты. Это дар Божий. Вера это не просто докажи. Доказывать не надо. Вы смотрели мастер Маргарита, когда Валан там с Берлиозом разговаривает. Он говорит, что и дьявола нет? Он говорит, что и дьявола нету. Он говорит, что же такое? Ни Бога, ни дьявола нету. Ну, доказать надо. Не надо доказывать. Я был со Христом, когда его казнили. Почему он дьявол? Я уже тогда был. Вот как. Даже в фильме Михаил Афаначевсь это показал. Ну, все пока. С Богом. До свидания, Боя Тихо. До свидания. Храни вас Господь, Степа. Выбрось эту сместульку. Не отравляй себя. Это не моя. Выбрось ее в окно. Выбрось ее. Выбрось. На 10 рублей меньше мерзости будет. До свидания. Ладно, Григорьевич. Крепкого вам здоровья. Хорошего. Спасибо, Христо.